Всем привет! В этом уроке мы рассмотрим начало работы с аккаунтами, а конкретно формирование списка предложенных, кого нам Facebook предлагает друзья, и самые первые инвайты для аккаунтов новорегов. Оно более безопасно, можно этим пользоваться более безопасно, чем другими режимами инвайта в самом начале работы с аккаунтами. Итак, начнем. Режим этот у нас называется прокачка новорегов. Вот. Что нам для этого режима надо? Для этого режима нам надо список, вот такой вот списочек людей, кого приглашать. В таком формате, как имя, точка запятой, айди, человека. Это люди из определенного гео. То есть, например, ну вот у меня здесь люди строго из Киева. Будем приглашать их, и тем самым на наших аккаунтах сформируется список предложенных, которых нам будет предлагать в будущем Facebook, киевские друзья. А также надо нам подготовить географию, да, то есть Киев ставлю, ну, если более узкое, Киев оставить, то есть одно название можно оставить. Ну, сейчас не принципиально, я еще ставлю Украину, то есть будет приглашать всех украинцев. Вне зависимости от города, пусть будет у меня так сейчас. Но если вам надо именно какой-то определенный город, то именно ставим один. Давайте все-таки уберу Украину. Ну, только Киев оставляем, только Киев оставляем, будем ориентироваться на него. Опять же, заметьте, латиницей название города, как пишет в Facebook, на английском языке, как Facebook пишет. Итак, идем в нашу панельку. Аккаунты у нас есть, мы в прошлый раз загружали с вами. Прокси у нас есть. Нам надо, смотрите, сначала создаем ID-лист. ID-лист, это сюда мы поместим вот этих вот людей, которых с Киева. Имя, ID. Где можно взять эти списки? Для пользователей программы у нас в чате пользователей огромная база, порядка 600 тысяч записей для всего мира. То есть, практически по всем странам и по городам распределенные. То есть, такие записи можно для себя, нужно взять и подготовить без проблем. Ничего, самим там парсить или еще что-то, оно вам не надо. Это все доступно для наших пользователей. А в будущем, я думаю, что подключить данную базу, немножко разгребусь, сделаю, подключить к панелькам. То есть, чтобы можно было прямо с панели общей базой не руками эти списки готовить, а прямо выгрузку из общей базы делать. Итак, идем, создаем лист, список, список у нас, например, ID назовем Invite for Keeve. А ID Invite для новых аккаунтов Keeve, ну, чтобы не спутаться, ID List. Создаем, и нам надо географию. Geo. Geo. Называем, как вам удобно, чтобы вы просто потом не путались. Пускай так будет. Список Geo. Давайте сначала, значит, заполним ID List. Вот он у нас. Нужно редактировать. Вот мы его подготовили. Вставили. Вставили. Отослали. Вот у нас готовый, то есть, список. Готовый список, который нам нужен для работы. Сейчас в нем 2200, почти 2300 записей. Можно сколько угодно. Аккаунты будут брать рандомно по 500 записей, ну, чтобы не перегружать память. Это более чем достаточно для каждого запуска, и это даст нам полную рандомность. Можно хоть 100 тысяч записей загрузить. Ну, в зависимости, сколько у вас, сколько вы соберетесь с нашей базы этих записей. Но, опять же, напомню, добавляйте за раз, старайтесь не более 5000. У нас это готово. И второй гео лист. Вот гео для инвайта. Я уже создал. Он пустой. Эдит давать. В нем будет у нас один киев. В этом списке у нас один киев. Все. Для данного режима у нас все готово. Сейчас мы с вами... Сейчас мы с вами запустим данный режим и его настроим. Идем в аккаунты. Выбираем нашу группу аккаунтов. Сейф делали мы с вами на предыдущем уроке. Вот. У нас там, кстати, еще... Ведь задачи... Они у нас сейчас затрутся новыми задачами. И будет работать уже с новым режимом, как нам надо. Выбираем. Вот. Выберем все. Добавляем задание. Как мы уже помним. Логин у нас постоянно включенный. Настройки инвайта. Это очередь инвайта. Включенная. Мы ставим прокачка на ворегов. Режим. Прокачка на ворегов. Гейте. Вообще, в работе, уже когда будете работать, то советую включать сразу же режимы. Вот эти вот два. Фармкук и фарминтересов, чтобы тоже отрабатывали. Так, как показаны в уроках эти режимы. Ну, мы сейчас, чтобы не усложнять, чисто займемся одним нашим режимом прокачка на ворегов. Вот. Выделили его. Поставили галочку. Запускаем. Добавят задачи. Сначала у нас идет логин. Сначала у нас идет логин. Сбор информации. Так, первый раз аккаунты некоторые запускаются у нас. Сколько инвайтов? Чтобы в день не больше 30 инвайтов аккаунт делал за день. Принимать, друзья, мы не будем. Поэтому можно оставлять по умолчанию, как здесь стоит. Лайкать ничего не будем. Комментировать ничего не будем. Личку рассылать не будем. Запуск задач. Пускай поставим 1200. Не раньше. Если аватарки нет, ставить из папки. По умолчанию у нас женщина. Аккаунты женские. И по окончанию работы режима. По окончанию работы режима. 15 секунд ждать, прежде чем аккаунт отключится и будет работать следующие аккаунты. Activate. Ставим. Первое. Прокачка на ворегов. Других у нас не будет. Можно поставить стоп. Можно ничего не ставить. Ну, у нас прокачка на ворегов первом идет. Действуем. Activate. Вот, смотрите. Список, кого приглашать. Тут вот, опять же, описано. Вы можете всегда прочитать, что режимом делается. Создать списки. В каком формате список должен быть. Выберите список, кого приглашать. Ставим. ID Invite. Ну, который мы сейчас создали. Гео, который нам надо. Вот, Гео у нас Киев. Выбрали этот список, в котором там одно у нас сейчас, один город Киев стоит. Но у вас этот список может быть достаточно большим. Сколько инвайтов за один запуск? Это уже каждый тестирует сам для себя. Я поставлю 7. Дальше. Пауза между инвайтами. От и до. Смотрите, обязательно в таком формате. От. Там, 5 секунд. Дефис. Дефис. 10 секунд. Это пауза между инвайтами. Через дефис. От и до. Это обязательно. Confirm или Cancel. Это когда Facebook спрашивает, знаете ли вы этого человека. Знаете ли вы этого человека. Что должен компайн отвечать? Да, знаю. То есть, мы подтверждаем. Или Cancel. Нет, не знаю. Это, опять же, для себя сами решите, как лучше. Безопаснее Cancel ставить, а подтверждение ставить, если вы готовы чуть рисковее этого делать. Количество предупреждений от Facebook за один запуск. Это вот сколько вам может выдать вот этих вот конфирмов. Если 5 раз спросят, например, вот как сейчас стоит, видите, 5 раз спросят у вас Facebook. Вы знаете этого человека? После 5-го такого вопроса задача остановится, чтобы Facebook вас не забанил. Но мы можем, например, поставить там 10 таких вопросов. Ну, лучше я ставлю в самом начале работы, аккаунт первый и второй день работают. Поставлю 5. И сколько раз в день запускать? Вот смотрите, мы там поставили, что общее количество инвайтов не больше 30. А вот здесь мы поставили за один запуск 7. И сколько раз в день запускать? Если ставим 3, то конкретно этот режим, прокачка новоригов, за день не пригласит больше 21 человека в течение дня. Либо это сделано для того, чтобы мы могли в будущем микшировать режимы инвайтов. Например, этот режим не больше 21 человека. Там режим предложенных 100 человек может пригласить. Режим по географии, там из групп, там еще там 100 человек может пригласить. Чтобы микшировать. Но в данном случае у нас вот стоит приглашение не больше 21 разошлется. И нажимаем Activate. Все. У нас задачи. Задачи сделаны для аккаунтов. Аккаунты готовы к работе. И нам единственное, что теперь остается, это открыть наш Xenoposter. Вот видите, доступно обновление написано. Это обновился сам шаблон. То есть, ну, я вписал новые функции, поэтому надо обновиться. Вы можете либо нажать по вот этой вот надписи. Либо можете перезапустить сам Xenoposter. Он закачает актуальную версию. Напомню, на данный момент я рекомендую ставить какую-нибудь версию 7.6. А версии 7.7, 7.1, 7.2 пока не рекомендую использовать. Поэтому к этому прислушайтесь и работайте. Так, у меня сейчас запускается Xenoposter. Xenoposter. И запустим уже работу на сегодняшние сутки. Чтобы аккаунты работали. То есть, смотрите, мы можем сейчас, если мы поставим с вами на минус 1. Вот смотрите, сейчас как раз вот он запустился. Откроем шаблон. У нас как было все, так все и остается. Вот, смотрите, если мы сейчас ставим запустить. И вот здесь поставим минус 1. То у нас, то у нас будут аккаунты. 5 потоков поставил. То у нас будут аккаунты крутиться не один раз. А будут крутиться в так называемом режиме круглосуточно. Вот в данном случае, в данном случае, он у нас шаблон. В течение суток три раза запустят приглашение. Вот если так вот написать, минус 1. В течение суток запустят три раза приглашение вот этого друзья. Формирование вот этого списка. И, соответственно, Можно так уже поглядывать, там, не знаю, завтра посмотреть. Послезавтра посмотреть. Как у нас будут ли друзья прибавляться. Это вот в этом поле. Если кто-то с нами согласится задружиться, здесь появится сколько друзей в аккаунтах. Вот. Увидим забаненные или не забаненные аккаунты. Вот. И дальше уже работает. То есть, вот в этом режиме, еще раз напомню, Если ставить здесь минус 1, Если ставить здесь минус 1, То в данном режиме у нас будут аккаунты крутиться круглосуточно. У меня здесь не очень сейчас, скажем, актуальные версии в замке стоят. Не обращайте внимания, что 7.4. Все-таки советую поставить версию 7.6. Вот. Вот у нас аккаунты начали работать. Всегда можно посмотреть, чего они делают, И вот если по нему 2 раза жампнутым, Сейчас у нас инстанция, видите, откроется. Вот они. Аккаунты у нас работают. И сейчас будут, то есть, аккаунты должны в таком режиме, Я лично, то есть, так скажи, сам по себе решает сколько. Я лично в таком режиме аккаунтами стараюсь работать около недели, А потом уже, когда будет на аккаунтах 10-15 друзей, То есть, смотрю, уже переходить к другим видам инвайта. Вот, а на самом начале, в самом начале работы лучше работать вот именно этим режимом. Он сейчас там будет аватарки еще проставлять, Вот, потому что аватарки не стоят. Вот, он поставит аватарки, потом начнет уже приглашать друзей с нужной нам географией. Он сначала попробует найти людей, которые у нас конкретно указаны, да? То есть, например, вот смотрите. Например, вот Глеб Мальцев, да? Он найдет этого Глеба Мальцева, сравнит его ID, Если все подходит, пригласит его. Мы точно знаем, что Глеб Мальцев, например, он с Киева. Либо, если он никого не найдет, Он будет приглашать людей, у кого в профиле стоит, Что этот человек, правильно, из нашего списка Киева, с Киева, И будет игнорировать вот эти вот ID И приглашать тех же самых киевлян, что нам и надо. То есть, в данном случае, наша задача, задача этого режима, Разогреть аккаунты, разогреть аккаунты, Сформировать список, кого Facebook будет нам предлагать друзья, Ну и сам аккаунт Facebook видит, что он работает с Киевом, Например, или там с каким-либо другим городом. Вот, на этом, вот они, видите, поставились аватарки, Поставляются. Аккаунты начали работать, сейчас они начнут приглашать друзей, Начнут приглашать друзей, Соберется информация про эти, откуда аккаунт, С какого города, когда у него там день рождения, Все такое прочее, вот, и начнет приглашать. Соответственно, через пару дней посмотрим, Сколько там друзей на этих аккаунтах, И перейдем к следующему режиму инвайта. Вот, ну, это не когда новый урок выйдет, Это в процессе работы так надо делать. А в ближайшие уроки у нас выйдут по прокачке интересов для аккаунтов. Вот, следите, подписывайтесь на YouTube-канал, Чтобы не терять, там, помимо инструкций, Буду выкладывать какие-либо советы для пользователей от себя. Всем до встречи!